Америка обозначила линию фронта, армия и войны. Рисунок к статье. 28 января 2015 года 2030. Анна Седова. Текст фото-видео. Америка обозначила линию фронта строительства секретных баз НАТО в Польше. Проходит под риторику о российской угрозе тема «Международное положение помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд». Выступая 27 января в Брукенском институте в США, призвала страны НАТО как можно скорее создать силы быстрого реагирования в Европе. Она напомнила, что все страны-союзники должны быть готовы внести свои вклад в общую безопасность, ведь НАТО – это оборонительный альянс, цель которого минус сдерживание агрессии. Ставя европейцам задачи, госпожа Нуланд сделала красноречивую оговорку, заявив, что нужно скорее создать командные центры и центры контроля во всех шести странах, находящихся на линии фронта. Она не уточнила, о каких именно государствах идет речь. Если под линией фронта Нуланд имеет в виду Украину, где до сих пор не объявлено военное положение, а продолжается так называемая антитеррористическая операция, то с ней, помимо России, граничит как раз шесть государств – Белоруссия, Молдавия, Румыния, Венгрия, Словакия и Польша. Но членами НАТО, как известно, являются только последние четыре. Значит, либо у помощника госсекретаря плохо с математикой, либо в США планируют разместить натовскую инфраструктуру в Белоруссии и Молдаве. Есть и еще один вариант – под линией фронта Нуланд могла иметь в виду границу не с Украиной, а с Россией. Если так, то это фактически признание того, что НАТО находится в состоянии войны, пока что холодной, с Россией. Однако не все страны Европы хотят чувствовать себя на линии фронта. В том же выступлении Нуланд пожурила союзников, которые не готовы увеличить свои расходы на оборону до необходимых 2% от ВВП. Некоторые правительства уже пытаются соскользнуть с крючка, посетовала помощника секретаря. О каких именно правительствах идет речь тоже не ясно. Но можно с уверенностью утверждать, что Польша, как и Прибалтика, к странам с недостаточным энтузиазмом не относятся. В это же время польский информационный портал inpoland.pl сообщает, что страну в ближайшее время ждет настоящий инвестиционный бум в области расширения натовской инфраструктуры. Будет создана база для самолетов-заправщиков, и еще несколько десятков секретных объектов, в том числе и те, которые должны охранять стратегические, с точки зрения Североатлантического альянса, объекты. За все это заплатит НАТО, пишет издание. По информации inpoland.pl, речь идет не только о возведении простых казарм, но и установке специализированного оборудования в области связи, электроники, топлива и авиации. Например, в Паведзе за 27 миллионов долларов будет построена база самолетов-заправщиков, а также пять топливных баз и две морские за 136 миллионов евро. Все это заставляет усомниться в уверениях руководства НАТО, например, генсека Йенса Сталтенберга, о том, что альянс не направлен против России. В блоке не скрывают своих планов по созданию сил быстрого реагирования и усилению присутствия в Восточной Европе. Но если сообщения о строительстве секретных объектов на территории Польши правдивы, это совсем другой уровень угрозы. Наверняка под шестью государствами Нуланд имела в виду еще и Прибалтику, предполагает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Может быть, у нее со счетом слабовато. Американцы вообще часто демонстрируют странные познания в разных областях, особенно в географии и истории. Риторика стран Балтии по поводу событий на Украине одна из самых агрессивных, что ни день, то заявление. Что касается прифронтовых государств, этот термин был популярен еще во времена Холодной войны. Например, его употребляли по отношению к странам, которые находились возле Южной Родезии и ЮАР, когда в Родезии шла война. Но сам факт того, что Нуланд озвучил это вслух, является откровенным признанием того, что на Украине идет война, а никакая не антитеррористическая операция. Уже давно понятно, что украинские силовые структуры перешли все пределы допустимого. СП, но НАТО утверждает, что все эти действия не направлены против России. НАТО никогда не изменит официальный подход, по которому это оборонительный союз. Но между словами и делами у них серьезное расхождение. Взять хотя бы нападение на Югославию, разве это были действия оборонительного союза? Они откровенно напали на государство в центре Европы, разгромили его инфраструктуру. НАТО – это агрессивный блок. В основе любой подобной организации может лежать только одно – стремление к расширению, иначе она просто умрет, как структура. В Североатлантическом альянсе заложена тенденция к расширению и необходимость создания образа противника. Не важно, кто именно им станет, если бы это не была сейчас Россия и сила ополчения, они в считанные дни нашли бы другого противника. Без постоянного участия в конфликтах НАТО окажется в тупике. Поэтому такая политика будет продолжаться. Украинский кризис рано или поздно закончится, но НАТО не изменит своей сути. СП – представляет ли нам угрозу расширения НАТО на Востоке? Главная опасность того, что происходит в Польше и Прибалтике в том, что военная инфраструктура НАТО приближается к нашей территории. Это даже опасней, чем непосредственное размещение войск альянса у границ с Россией. Все эти аэродромы и базы необходимы для того, чтобы мгновенно нарастить группировку на том или ином направлении. Они позволяют быстро перебрасывать и наращивать войска, а в случае движения вглубь территории противника эти базы могут служить перевалочными пунктами. То, что происходит сейчас, тем более в обстановке секретности, свидетельство абсолютно недружественных действий в отношении России, да и Белоруссии, это реальная опасность, к которой нужно относиться со всей серьезностью. СП – а как именно нужно действовать? Россия предпринимает логичные контрмеры на действия НАТО и Вашингтона. Мы должны защищаться, значит, нужно укреплять наши западные рубежи. С самого распада Советского Союза и вплоть до Украинского кризиса мы считали, что западное направление самое безопасное. Поэтому оно было наименее насыщено войсками, больше внимания всегда уделялось и Югу и Востоку. Но в нынешней ситуации нам нужно одинаковое внимание уделять всем направлениям. Кстати, поэтому Арктика стала одним из приоритетов. Основные контрмеры – планомерные действия Министерства обороны России по укреплению границ нашего государства, усиление военных связей с Белоруссией, которая все эти годы, по сути, и прикрывала западное направление. Последним шагом будет официальное размещение искандеров в Калининграде, которые могут накрыть любую базу, любой аэродром на территории той же Польши, где предпринимаются самые активные шаги по созданию инфраструктуры НАТО. Для европейцев это будет очень серьезно. Они каждый раз поднимают панику по этому поводу. У нас принята новая военная доктрина, где расставлены все точки НАТО. Ай! Идет планомерная работа, и я не вижу смысла в ней что-то менять. Она адекватна вызовам и угрозам, с которыми сталкивается наше государство на данном этапе. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета при военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Виктор Мураховский также считает, что активность Альянса не может не вызывать обеспокоенность. Развертывание военной инфраструктуры у наших границ происходит в соответствии с планом НАТО о повышении оперативной готовности их соединений и частей быстрого реагирования. Упор при этом делается на развертывание передовых командных пунктов, систем управления и связи, аэродромов, подготовку передовых пунктов развертывания и базирования для ВВС, сухопутных войск и военно-морского флота. В рамках военной науки все это называется работа по оперативному оборудованию театра военных действий. Эти шаги не дружественны, они ведут к усилению реальной оперативной готовности НАТО и понятно, что нацелены они против Российской Федерации. СП, как на это реагировать, разместить Искандеры в Калининградской области. Думаю, что размещение оперативно-тактических комплексов в Калининграде на постоянной основе для нас большого смысла не имеет. Пункт постоянной дислокации ракет окажется в пределах прямой досягаемости авиации НАТО и средств поражения ВМС НАТО в Балтике. А вот подготовка районов развертывания таких средств в Калининградской области имеет смысл. В этом случае мы можем перебросить туда в кратчайшие сроки такие комплексы из любого региона в пределах досягаемости военно-транспортной авиации. Что, кстати, и было реально продемонстрировано в прошлом году, когда комплексы в ходе учений были переброшены и развернуты, а НАТО узнало об этом постфактуме сообщения российского военного руководства. СП, какие страны НУЛАНД имела в виду, говоря о прифронтовых государствах? Думаю, страны НАТО, которые непосредственно граничат с Россией. Это Норвегия, три Балтийских государства, Эстония, Латвия и Литва, а также Польша и Турция. Правда, Россия по морю граничит еще и с Соединенными Штатами, так что, возможно, НУЛАНД имела в виду и США. СП, получится, НУЛАНД открытым текстом говорит, что страны, граничащие с Россией, прифронтовые. Она считает, что США находится с Россией в состоянии войны. Что здесь удивительного? К примеру, представитель США в ООН не стесняется говорить о плане оккупации Украины Россией, так она называет наш мирный план. Это такая милитаристская, конфронтационная риторика. Но риторики представителей, которым по должности положено болтать, я бы не придавал этому большого значения. А вот на реальные работы по развитию военной инфраструктуры, которые ведутся в Европе, нужно обратить пристальное внимание и учитывать в нашем военном планировании. СП, можно предположить, что в США уже допускают возможность войны с Россией. Думаю, нет. Все-таки те, кто занимается военно-политическим планированием, люди достаточно трезвые. Они знают о военных возможностях России. Поэтому, мне кажется, там нет реальных настроений по подготовке к войне. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко считает, что такая политика НАТО приведет к еще большему нарастанию напряженности в отношениях с Россией. Начнем с того, что секретное строительство военных аэродромов невозможно. Конечно, это не то же самое, что вырыть окоп и прикрыть его. Если же говорить о наращивании НАТОвской инфраструктуры в Польше и Прибалтике, это несет для нас реальную угрозу. Это уже не просто разговоры, а реальная военно-техническая политика Альянса. Будем реагировать на это. Когда появятся конкретные объекты, они станут объектами для нейтрализации нашими оперативно-тактическими ракетами класса «Искандер» и ударной авиации. Будем держать их в перечне целей, чтобы в случае обострения ситуации и начала реальных боевых действий мы могли оперативно нейтрализовать эту угрозу возле наших рубежей. СП, не вызовет ли это очередную волну критику со стороны Альянса? Нам неинтересна реакция НАТО. Мы размещаем оружие на своей территории, никаких договоренностей при этом не нарушаем. У нас развязаны руки для любых действий. Что касается того, что они поднимут вой, это их собственные проблемы. Мы должны четко сказать, что появление любого военного объекта на территории стран НАТО у наших границ вызовет автоматическую ответную реакцию. Кроме того, мы должны больше работать с западным обществом. Объяснять польскому избирателю, избирателю стран Балтии, что они голосуют за правительства, которые делают их страны заложниками. Если приглашаете иностранные базы, будьте готовы к тому, что появятся «Искандеры». Нужно четко доносить это до общественного мнения, чтобы никто не спекулировал тем, что будет происходить. СП, нет ли шанса договориться о сворачивании этих программ? Нет, никакого шанса не будет. Все решения уже приняты в НАТО, а главное, в Вашингтоне. Ничего изменить уже невозможно, конфронтация продолжится. Они будут все это размещать у наших границ, мы будем отвечать. Но это не наш выбор. Первые шаги сделали они, мы лишь реагируем в оборонительном аспекте на угрозы, которые появляются. Фото, таслеш, EPA.